Прошлый год стал в нашем районе поистине насыщенным на кинособытия. В поселениях были организованы различные творческие вечера, тематические концертные программы и фестивали. Ценителям этого вида искусства удалось проникнуться атмосферой настоящего русского кино, которое заставляет задуматься и сделать для себя важные выводы. Как отметил на одной из встреч в театральном центре Жаворонки Егор Кончаловский, эта сфера востребована и пользуется большим спросом. А кино – это искусство молодых. Кто ходит в кинотеатр? В кинотеатр ходят люди с 12 до 25-30 лет. Это муви-гоэры, то, что называется по-английски. И, конечно же, главная работа – это работа с сознанием этих людей, то есть тех людей, которые через 10 лет будут составлять самую трудоспособную, самую активную часть нашего населения, которые будут у власти, которые будут управлять страной и так далее. И мне кажется, что сейчас не литература, сейчас именно кино. Да, конечно, на кино наступает интернет, но интернет наступает на все и на телевидение и так далее. Но, на мой взгляд, кино – это очень важная стратегическая сфера, которую необходимо сохранить. Сейчас вновь возрождается интерес к глубокому сюжету и смысловой нагрузке. Такая положительная тенденция, особенно среди молодежи, не может не радовать. Кино всегда должно. Недаром вот сейчас, понимаете, сейчас очень любят даже, ну, мои дети, что называется, да, любят смотреть старые фильмы. В них, конечно, много наивного и всего, но там есть все-таки какие-то ценности человеческие, которые испокон века и, надеюсь, и дальше, всегда будут для нас ценным чем-то. Что они всегда будут то, к чему мы стремимся, как мы воспитываем своих внуков, понимаете. Потому что если в искусстве вообще нет вот этого стремления к прекрасному все-таки, я думаю, оно нужно только для создателя. Киногод без всяких сомнений подарил жителям Одинцовского района незабываемые эмоции и впечатления. А фестиваль «Магия кино» открыл новые возможности и грани талантов для многих людей. На конкурс присылали работы творческие студии, любительские школы и просто авторы из десятка городов России. Молодым кинематографистам было чем удивить корифеев российского кино. Все сделано очень решительно, все картины, начиная от детских мультипликационных каких-то там зарисовок и кончая серьезными художественными большими работами. Есть такое вот очень желание, такой сильный, серьезный, получить сильную, серьезную, хорошую картину. И они справились. Еще одним ярким событием года кино в Одинцовском районе стал закрытый показ фильма об Эдварде Сноудене. Картину представил адвокат бывшего агента американских спецслужб, член Общественной палаты Российской Федерации Анатолий Кучерена. Мы со сценарием работали где-то около года. Восемь раз где-то Оливер Стоун приезжал ко мне в гости. И я очень благодарен Оливеру, что все те замечания, которые я давал, эти замечания учтены были в сценарии. Даже День города Одинцова был посвящен киноискусству. На праздничном шествии можно было вновь встретиться с любимыми героями из отечественных фильмов и мультиков. Год кино, который для Одинцовского района стал ярким, насыщенным и уж точно незабываемым, закончен. Впереди год экологии. И чтобы он прошел насыщенно, уже запланировано много интересного. Анна Пряхина, телекомпания Одинцова.